Нужно ли женщине участвовать в борьбе на пути Аллаха? Сегодня на эмоциях от острой несправедливости и бессилия хочется встать и делать первое, что придет в голову. Но мать верующих Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает. Я попросила у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разрешение участвовать в борьбе. Но он сказал, ваша борьба, хадж, передал Аль-Бухари. Почему пророк, но благословит его Аллах и приветствует, так сказал? Потому что женщина обычно слабее мужчины телом и стойкостью духа. И сам Аллах не обязал женщину участвовать в сражениях. Однако на женщинах восложена другая обязанность – взращивать новое поколение мусульман, стойких верой, приверженных религии, знающих и сильных. Да, это нелегко. Да, мы не видим сразу результата наших усилий. Да, это не так вдохновляет, как прямые открытые действия. Но именно поэтому это так важно. Будьте полезны уме в том, что вы можете. Ваши дети – будущее умы. Продолжение следует...